22 января 2020 года, на днях здесь обратились люди в открытую приемную и попросили сделать депутатский запрос, поэтому снимая именно это видео, да, люди просили остаться анонимными, ну, потому что люди у нас, как оказалось, запуганы. И сейчас я вам покажу некоторые места, которые мы проедем вместе, да, ну и далее вопрос будет адресован непосредственно, так, вот смотрите, вот видите, снимаю вам заезд к фабрике Грин, да, и вопрос, это выезд со двора или это улица? Вот снимаю, да, вот это выезд со двора или это улица? И как люди, проезжающие здесь, в принципе, должны определять это? Потому что есть, конечно, там правила и условия, вот это вот выезд со двора или это улица? Ну, в принципе, я думаю, многие понимают, начинают, о чем видео. Вот смотрите, впереди у нас есть улица Новобелецкая, по-моему, или Новобелецкая, насколько я так помню. В общем, никак не мог правильно запомнить название этой улицы, но не принципиально. Вот видите, где машина вот CityMobile, да, вот эта вот улица Новобелецкая. Вот видели, да? И вот тут тоже тот же самый вопрос, вот эта улица или это выезд со двора, можно считать? И сейчас еще одно интересное место покажу вам, до которого мы доедем. И как раз мы доедем до того места, с чего, собственно, и возникла идея снять это видео. А едем мы сейчас до улицы Здоровцево. И вот я вам сейчас покажу, где по картам улица Здоровцево у нас есть, да? То есть вот сейчас вот, видите, я буду поворачивать на улицу Здоровцево. А вы ответьте мне на вопрос, опять же, это улица или это выезд со двора? Вот смотрите, вот я заезжаю сейчас на улицу Здоровцево. Похоже ли это на улицу или это похоже на выезд со двора, как и на Новобелецкую, как и у заезда фабрики Гримм, там и напротив и так далее, да? То есть вот мы сейчас едем по улице Здоровцево, если верить карте, которая присутствует. Вот мы по ней едем, 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 едем. Вот она вот такая. То есть вот что это, улица или это выезды со двора? Вот то, почему я сейчас еду. И этот вопрос, я говорю, адресован непосредственно начальнику РВД Красносельского района. Потому что, в принципе, он отвечает за те штрафы, которые выписываются. И в его, в общем-то, компетенции сделать так, чтобы штрафы, которые были выписаны, либо были аннулированы, либо нужно разбираться с ситуацией. Потому что складывается, мягко говоря, странная ситуация. Вот мы все едем по улице Здоровцево, насколько я бы так вот помню, по географии. Спортивный комплекс. Опа, как интересно. Смотрите, впереди сейчас, я что-то не понял, это спорткомплекс, сделанный Единой Россией. Тоже интересная тема. Вот здесь три флага. Российский, оборванный, почему-то, Санкт-Петербург и Единой Россия. Это что, у нас Единая Россия, что ли, построил этот комплекс? А если не они построили, то возникает вопрос, а с какого перепуга здесь флаг Единой России? Но с этим вопросом будем еще разбираться. Это как раз случайное появление еще для одного видео, тема для одного еще видео. То есть, вот смотрите, вот есть знак Пятница. Видите, да, Пятница с одной стороны. 8, 9, 18. С другой стороны, Суббота. 9, 18. Далее мы едем. Едем, 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 едем. И вот смотрим слева, справа, слева, там что происходит, да? То есть, и вот к нам открыто приемно обратились граждане, которые вот паркуются вот именно где-то вот здесь, как я понял, с их описания. Вот смотрите, вот этот проулочек или переулочек, да, то есть на карте не имеет названия. Является ли это выездом со двора или это улицы, да? То есть, интересный вопрос. И, соответственно, заканчивает ли знак, который я показал ранее, свое действие здесь или нет? Ну, это вот просьба разобраться начальник РУВД Красносельского района. Ну, и, соответственно, со штрафами, насколько они законные и правомерные. Потому что людям, которые вот здесь вот паркуются, пришли штрафы за неправильную парковку. Так называемые письма счастья, да? И я вам показал несколько мест, да, то есть, которые, на мой взгляд, можно трактовать неоднозначно. Ну, и, соответственно, действуют или не действуют знаки, тоже возникает вопрос, те, которые мы увидели ранее. Вот, собственно, и тема видео. Ну, для того, чтобы быть более объективными, проедем то самое Здоровцево в другую сторону. Вот здесь пятница с 9 до 18, справа суббота с 9 до 18. Ну, и, соответственно, люди, которые вот заезжают с этой стороны, могут ли они знать о том, что эти знаки действуют вот дальше, да, вот после этого? А те, кто заезжает оттуда, могут ли они знать о том, что знаки действуют там дальше? Аргументацию своим мыслям и, собственно, непонимание граждан, которые здесь паркуются, я пояснил. На мой взгляд, в данных ситуациях уместно устанавливать дополнительные знаки, дабы не было двойной трактовки. А так как трактовочка получается двойная, то, согласно нашему законодательству, она должна трактоваться в пользу обвиняемого. Поэтому еще раз вам показываю, да, то есть вот место. То есть мы там видим знаки, если я оттуда заезжаю, да, то есть и если я оттуда езжу, да, то есть я не обязан знать, что там что-то такое. То есть, на мой взгляд, знаки нужно устанавливать вот здесь, вот в одну сторону и в другую, чтобы вопросов не возникало. А при том расположении, какое сейчас, данное место имеет неоднозначную трактовку правил дорожного движения. Поэтому будет здорово услышать комментарии начальника районного управления внутренних дел, которому, собственно, и подчиняется ГИБДД, насколько я так понимаю, по иерархии. Вот и все. Ну и здорово было бы, если бы здесь что-нибудь прокомментировала администрация Красносельского района.